Так, начался наш эфир. Приветствую всех, кто будет его смотреть, в том числе в видеохостингах Армблог, МВО Политика, Мира. Меня зовут Рома Магдасарян. Достаточно продолжительное время не получалось выходить в эфир. И сегодня тоже будет недолгий эфир, такой буквально 30-минутный. Немножко пройдемся по тем событиям, которые происходят и которые нас волнуют. Давайте начнем, собственно говоря, с ареста вице-мэра Еревана. Это Геворг Симонян. Пока очень мало информации, которая публикуется в средствах массовой информации о Армении. Соответственно, у нас нет понимания, в общем, что произошло. Но есть точная информация, что 11 человек на данный момент арестованы. Это те 11 человек, которые занимались больными коронавирусом. То есть речь идет про то, что целая группа людей записала почти лишних, ну, как минимум 400 человек, будто бы они проходили стационарное лечение. На самом деле они не проходили стационарное лечение. То есть наши врачи организованно написали людей, якобы больных в стационаре, а их на самом деле там не было. И на них списали деньги, положили их в карман. Я напомню, что Геворг Симонян и группа этих людей украли 295 тысяч долларов. Это вот то обвинение, которое сейчас звучит официально в средствах массовой информации. Еще раз приветствую всех, кто заходит в эфир. Спасибо всем за добрые слова. Сегодня мы были в Айосзоре. Об этом я попозже расскажу. Что касается вице-мэра, конечно, это хорошая новость. Почему хорошая? Потому что в Армении существует следственный комитет, СМБ, антикоррупционный комитет. Вот, честно говоря, если никого не будут ловить, то вот это будет плохо. То есть, если вдруг антикоррупционный совет или все скажут, знаете, все работают хорошо. Нет. То есть, вот очень важно, что ловят, работают, ищут, потому что все идеальными не будут. Что касается, теперь хотел сказать, что есть министры, которых я бы хотел сегодня поблагодарить, пользуясь своим эфиром. Не только о негативе я хочу говорить. Но вот начнем все-таки с мэрии. Вот нужно четко понимать, что мэрия Еревана работает, в общем, на 90 где-то процентов достаточно неплохо. Потому что огромный объем работы, которую выполняет мэрия, невозможно сбрасывать со счетов. И я очень уважаю нашего нынешнего мэра. Мэрия Грача, он на самом деле не только воспитанный, не только умный, не только образованный, но и глубоко порядочный человек. И поверьте мне на слово, тот же нынешний мэр и Тигран Авенян, они не расстроены даже ни на секунду из-за того, что арестовали Георг Симоняна. В принципе, все люди, неважно, чьи они одноклассники, чьи они друзья, если они совершили какое-либо преступление, они должны за него отвечать. Кстати говоря, не нужно думать, что 11 человек арестовали и всех посадят в тюрьму или должны посадить в тюрьму. В первую очередь, они все должны вернуть деньги, но, несомненно, должно последовать наказание. Потому что нельзя просто забирать деньги обратно и не наказывать людей. Но здесь нужно четко понимать, что эти деньги, которые крадут чиновники и бывшие, и нынешние, это деньги, которые принадлежат не правительству Армении, а принадлежат нашим селам. Принадлежат нашим пенсионерам, нашим врачам, принадлежат нашим полицейским, солдатам. И в условиях, когда нам угрожает Азербайджан, Турция, в условиях, когда нашим солдатам необходимо оружие, сапоги, продукты. В таких условиях воровство со стороны чиновника имеет в 10 раз больше негативный оттенок и негативный вес, чем если бы это было в мирное время. Вот это очень-очень важно понимать. Поэтому для меня, давайте все-таки дождемся, когда будет это доказано, но любой чиновник, в том числе в мэрии, который крадет в таких масштабах, конечно, деньги, это ничтожество. Это даже не обсуждается. Но я напомню, что нынешний мэр Грача, он мне из всех мэров за последние 15 лет больше всех нравится. Я действительно никогда его не критикую, потому что, как в моем понимании, вот человек именно должен быть таким, каким является мэр Еревана. Вот если бы мне дали бы карандаши и сказали бы, нарисуй человека, да, и также напиши его качество, то я бы нарисовал вот человека таким. Хотя я с ним не знаком и не особо собираю знакомиться, потому что нельзя лезть в чужое пространство и нарушать субординацию. Ну вот повторюсь, если бы меня попросили бы нарисовать человека, я бы нарисовал вот Грачу, нашего мэра. То, что там могут быть воры, то, что еще может быть там есть человек 20-30 воров, это может быть в любом министерстве, в любом марспетаране. Главное их ловить, привлекать к ответственности и, соответственно, с них спрашивать. Я скажу, что и установка лифтов, там тоже есть вопросы, говорят, что там деньги своровали. Мы будем ждать вообще ответов от мэрии, пока ничего не прозвучало, потому что вот другие блогеры говорили, что эти лифты купили за 12 500 долларов, а записали как 20 000 долларов. Пока мы ждем каких-то ответов от мэрии, каких-то комментариев. Ну понятно, что большая часть вот этих договоров была при Гайке Марутяне. Ну что касается Гайка Марутяна, это предатель, это подонок. Гайка тогда предал команду Бхашняна, потому что с ним поработали неплохо представители карабахского клана. В частности, тот человек, который, скажем так, проник в СМБ Армении во время Кочаряна, во время Кочаряна, до Кочаряна, во время Левона. И вот этот же человек промыл мозги Гайку Марутяне. Так что вот хочу отдельно сказать респект и за детские площадки, и за парки, и за многие другие дела мэру Еревана. Что касается его чиновников, любой напомню еще раз, кто совершает какие-то ошибки, да, пусть отправляется в следственный комитет и отвечает на вопросы следователей. Теперь двигаемся дальше. Я хотел бы, пользуясь сегодняшним моим эфиром, я скажу, просто сегодня какие-то мысли хочу высказать, много не буду разговаривать, потому что мы с раннего утра в приграничных селах были. Я хочу высказать благодарность министру здравоохранения Анайт Аванесян и всем ее заместителям. Конкретно речь идет о Назаряне. Господин Назарян является не просто ее заместителем, а человеком с большой буквы. То есть это человек, который после войны все два этих года, вот все самые сложные истории с ранеными, например, Мелик Бекян Давид, да, у которого нету части черепа, Назарян для него сделал очень много и делает очень много. А это колоссальные расходы, это колоссальные расходы, которые несет государство каждый раз, когда Давид ложится в больницу. Понятно, что это наш герой, Давид, парень, который просто чудеснейший, да, парень, который защищал нас. Сегодня он, у него нету части черепа, у него нету одного глаза, второй глаз видит очень плохо. Два года государство лечит Давида Мелик Бекяна, два года мы стоим возле него, Галуст, Кристина Вартанян, наши подписчики. И два года стоит возле него Назарян, который очень чуткий, очень внимательный к родителям всех раненых, всех, кто к нему обращается. Я с ним не знаком, но это правда. И то же самое Анаид Аванесян, да, я пользуюсь моим случаем, хочу выразить благодарность госпоже Анаид Аванесян. Мы иногда критикуем какие-то вот отдельные вещи, да, это должно быть обязательно. Мы продолжим критиковать отдельные проблемы в области здравоохранения, но нужно четко понимать, что вот есть вещи, которые необходимо говорить. Знаете, и уж сколько раз я общался со сложными ранеными, да, и каждый раненый говорит, Назарян сделал так, Назарян позвонил, Назарян сказал, Назарян помог, Назарян посоветовал, Назарян сделал. Это я терпел-терпел, сейчас это говорю, потому что я уже точно убежден в том, что я говорю, да. Поэтому я со своей стороны хочу поблагодарить этого человека, отец тоже с ним не знаком, но думаю, что это нужно обязательно сказать. Возможно, что и другие заместители Анаид Аванесян хорошие, но вот мы по нашей работе, мы сталкиваемся, да, с работой вот Назаряна, то есть в нашей области благотворительности и поддержки. И поэтому я про этого человека очень хорошо знаю, ну, во всяком случае, судя по контактам с нашими больными и ранеными. Дорогие друзья, скажу, что мы сегодня были у Микаэляна Ваграма, это художник, у которого ранена рука была в 92-м году. Ему заменили там кость, с ноги, соответственно, переместили и спасли руку, потому что он мог вообще остаться без ладони, она в буквальном смысле висела. Я хочу особо подчеркнуть, что мы будем помогать этому художнику. Отдельное спасибо Армену и Марине из США. Мы будем помогать, он не хочет, чтобы мы покупали картины, он хочет, чтобы мы, грубо говоря, вдохнули в него жизнь, он находится в депрессии. Поэтому мы сейчас будем думать, как подлечить ему руку, каким способом. Вот, может быть, нам скорее нужны психологи, вот, и будем думать, чем мы можем ему помочь, вот. Но об этом мы еще поговорим обязательно. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok Хочу напомнить еще раз, что все слухи про отставку Сурена Папикяна это ложь, господин Папикян имеет большие планы, это все происки наших сплетников, Папикян будет работать ударными темпами. Продолжение следует... Продолжение следует...